МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Место народной памяти президент Беларуси принял участие в открытии мемориала Алла в Светлогорском районе. Инвестиционный потенциал. Регион завершает реализацию ряда крупных проектов в реальном секторе экономики. Герои этого года. У медицинских работников сегодня профессиональный праздник. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Светлогорский район. Глава государства принял участие в открытии мемориального комплекса в бывшей деревне Алла, где в январе 1944 года оккупанты убили и сожгли 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. Мемориал в Алле можно назвать всенародным. Участие в его строительстве принимала вся страна. На эти цели была перечислена часть средств, заработанных в этом году на республиканском субботнике. Деревня Алла нынешнего Светлогорского района известна с 18 века. Своё название она получила от одноименного притока Березины. Каких-то знаменательных событий в этом населённом пункте никогда не происходило. Жили, рожали детей, строили нехитрую сельскую инфраструктуру. Всё изменилось 14 января 1944 года. В деревню, где от оккупантов прятались более полутора тысяч жителей из других населённых пунктов, пришли каратели. Спаслись всего несколько человек. Остальные были расстреляны или сгорели в огне. Идея возвести на этом месте монументальный комплекс впервые была озвучена примерно пять лет назад. Среди инициаторов был и почётный гражданин Светлогорского района, писатель Изяслав Котлеров. Люди будут приходить сюда, удивляться и понимать, что фашизму никогда не будет прощения. И всякие нынешние попытки его обелить, облагородить, сделать менее преступным, отпадут, когда люди придут в этот мемориал. Памятник погибшим в Светлогорском районе создали в рекордно короткие сроки. Два года назад специалисты Гомель-граждан проекта разработали первый проект. Потом в него вносились корректировки, зачастую довольно значительные. В результате остановились на шестом варианте. Сам комплекс построили примерно за четыре месяца. Эмоции возникают, потому что место непростое, место святое, можно сказать. Поэтому, конечно, равнодушным не оставляют. Сегодня участие в открытии мемориала принимает президент Беларуси Александр Лукашенко. По словам главы государства, год 75-летия Великой Победы стал для нас годом обращения к памяти о трагической судьбе белорусского народа. Боль в наших сердцах до сих пор не утихает. Но горькая правда в том, что чем дальше мы от страшных событий Великой Отечественной войны, тем больше затягиваются душевные раны и усмиряются эмоции. И мы понимаем, что спустя годы каждому новому поколению будет сложней и сложней осознавать страдания и лишения, выпавшие на долю их предков, говорит Александр Лукашенко. Будет трудно представить жестокость и легкость, с которыми фашисты отнимали жизнь у стариков, женщин, младенцев, поверить в искреннюю готовность людей умереть за Родину. Но все это было. Молчаливые свидетели преступлений фашистов Наши хатынь, Красный берег, Трестенец, Яма, Борки, Ола, Алла, братские могилы и каждый квадратный метр нашей земли. Они хранители правды. Наш священный долг сберечь ее и передать следующим поколениям. И пока мы будем приходить сами, приводить в эти памятные места своих сыновей и дочерей, Беларусь никогда не забудет, как умирали дети, прячась от огня в родительских объятиях, как горели беспомощные старики. Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и придать память победителей, которые спасли мир от палачей. В январе 1944 года в Алле погибли 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей. Сегодня у них уже могли бы быть правнуки. Деревню Алла Красная Армия освободила чуть более чем через две недели после трагедии. Останки мирных жителей и погибших солдат, 2253 человек, похоронены в общей могиле. Вечная память мученикам, вечная память героям Великой Отечественной войны. Эти слова во время открытия мемориала произносит президент Беларуси. Мемориал, который стал по-настоящему народным. Инициатива по его созданию приобрела действительно государственный масштаб. Спасибо вам за этот памятник. Это памятник для всего белорусского народа. Это не только для народа. Пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ. И как он живет. И чтобы никому не хотелось нами понукать. Когда они это увидят, они поймут. И вам спасибо. Спасибо вам. Это народный мемориал. Даже не только потому, что он возведен на народные средства. Не только потому, что он возведен с благословения народного президента. А потому, что люди сюда идут и идут. Вы придите сюда не в праздничный день, в обычный. Они приезжают на машинах, на мотоциклах, чувствуют свою причастность к этому мемориалу. Он стал действительно народным. Во время Великой Отечественной оккупанта уничтожили более 5000 белорусских деревень. 186 из них так и не возродились. Открытый сегодня мемориальный комплекс Вале – крупнейший в нашей стране памятник погибшим деревням. Но, вероятнее всего, не последний. Беларусь намерена и дальше сохранять подлинную историю во имя будущего. Ради того, чтобы каждое новое поколение понимало истинный смысл свободы и независимости, ценило жизнь и берегло мир. Сегодня же президент Беларуси принял участие в торжественном открытии движения электропоездов на участке Светлогорск-Жлобин-Минск. Проект реализован в рамках государственной программы развития транспортного комплекса страны. Электрификация железнодорожных линий является одним из приоритетных направлений развития этого вида транспорта. Реализация программы позволяет снизить себестоимость перевозок и таким образом повысить транзитную привлекательность участков международных транспортных коридоров, проходящих по территории Беларуси. В настоящее время показатель электрифицированности отечественной железной дороги – 22,5%. Общая протяженность – 1228 километров. Сюда входят и 36 километров открытого сегодня участка Светлогорск-Жлобин. Это совершенно новое качество услуги. Во-первых, это современный подвижной состав. Здесь есть все системы жизненные обеспечения. Это и климат установки. Здесь есть возможность человеку подключиться к интернету по технологии Wi-Fi. То есть провести время достаточно, так как сегодня это любят делать особенно молодое поколение. Ну и, естественно, совершенно иная форма обслуживания в поезде. Теперь добраться до Минска можно на час быстрее. Состав может перевозить более 300 пассажиров. Есть все условия для перевозки людей с ограниченными возможностями. Рейсовые поезда будут делать остановки на станциях Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1 и Пуховичи. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Современная Гомельская область – это более 20% национального промышленного производства и около 15% сельскохозяйственного. Здесь расположен ряд производственных гигантов, от стабильной работы которых зависит и благосостояние людей, и судьба самих предприятий. Возможность усилить развитие даже в сложный для экономик всего мира год привлечения инвестиций в регион. Только в 2019-м они составили 4 миллиарда рублей. На сегодня ряд крупных инвестиционных проектов уже реализован. Некоторые находятся в стадии завершения. Промышленные перспективы Гомельской области в материале наших корреспондентов. Анатолия Куприянова в Мозоре часто называют генералом, даже не добавляя приставки «экс». Такое звание он заслужил не случайно. 20 лет возглавлял нефтеперерабатывающий завод. Причем в самое тяжелое для предприятия время с 1996 по 2016. Открытый в 1975 году к середине 90-х МНПЗ практически полностью исчерпал свой ресурс. В правительстве серьезно обсуждался вопрос о том, чтобы все сырье перерабатывать только на Новополоцком нафтане. Интересно, что именно на этом предприятии в 1999 году состоялось совещание с участием президента Беларуси, на котором, по сути, решилась судьба завода. После этого президент приехал на Мозорский МПЗ. Было расширенное совещание с участием акционеров российской стороны компании «Славнефть» в лице президента. И Александр Георгиевич выслушал мои доказательства о необходимости дальнейшей реконструкции Мозорского МПЗ, посмотрел завод, и было принято историческое решение о том, что необходимо двум акционерам, компании «Славнефть» и концерну «Белнефтехим», вложить денежные средства в дальнейшую реконструкцию завода, строительство установки каталитического крекинга. Около литра того первого бензина, полученного на установке каталитического крекинга, на Мозорском нефтеперерабатывающем хранят до сих пор. Это действительно раритет. Такого автомобильного топлива теперь здесь уже не производят. Хотя тогда, в начале 2000-х, бензин марки АИ-72 был очень даже востребован. Впрочем, для самого завода этот факт значил даже больше, чем выпуск новой продукции. Речь шла, по сути, о втором рождении МНПЗ. Мы выполнили целый ряд сложных технологических работ по его модернизации с целью увеличения его производительности, с целью повышения качества выпускаемой продукции. И считаю, что с этой задачей мы успешно справились. И сейчас те нюансы, которые возникали в процессе эксплуатации этого сложного технологического объекта, они устранены. Эти видеосъемки были сделаны в июле 2017 года во время завершения перевозки двух реакторов Мозорского МНПЗ. Каждый из них имеет массу практически 170 тонн и длину более 20 метров. Для того, чтобы разгрузить реакторы, суда подтапливались до уровня причала. Под груз заводился тягач, который выкатывал груз на сушу. Сегодня эти реакторы являются частью, по сути, нового завода. Реализация масштабного инвестиционного проекта строительства комплекса гидрокрекинга тяжелого сырья позволит вывести процесс нефтепереработки на качественно новый уровень, значительно повысить глубину переработки нефти и общую эффективность работы предприятия. Завод думает о будущем, потому что введение в строй этого комплекса позволит увеличить глубину переработки до 90%, увеличить выход светлых нефтепродуктов до 77%. Это уже мировой уровень нефтепереработки. Это то, к чему мы стремимся. Планируется, что на этом комплексе ежегодно можно будет перерабатывать до 3 миллионов тонн сырья. Кстати, установка не имеет аналогов в СНГ. А в мире их существует всего 8, не считая Мозорского. Сегодня в это уже тяжело поверить, но без реализации здесь ряда инвестпроектов ныне городообразующего предприятия могло уже и не быть. Я думаю, что НПЗ был бы до определенного периода, потому что без установки католитического крекинга с набором тех технологических объектов, которые были сформированы в советское время на Мозорском НПЗ, он бы не смог эффективно работать, и я думаю, чтобы он со временем остановился. Реализация инвестпроектов позволила сохранить на карте промышленных предприятий региона и акционерное общество «Мозорь-Соль». Солевыворочный комбинат ввели в эксплуатацию в 1982 году. Тогда это было одно из лучших предприятий Советского Союза в своей отрасли. Через 6 лет он вышел на проектную мощность в ежегодные 360 тысяч тонн. Ситуация изменилась после распада СССР. Оборудование оказалось настолько энергозатратным, что предприятие оказалось на грани выживаемости. Раньше на это внимание не обращали, однако, когда энергоносители пришлось покупать за валюту, проблема стала глобальной. Решать ее стали строительством блок-станции. Как итог, сегодня доля собственной электроэнергии на Мозорь-Соли доходит до 95%. Еще один инвестпроект предусматривал поэтапную замену устаревшего оборудования. Основная цель – увеличение производственных мощностей до 480 тысяч тонн с одновременным повышением конкурентноспособности продукции. Томатическая линия выпускает уже те же 200 тонн соли в сутки, но если на старых оборудовании работает 10 человек, то новом оборудовании работает 3 человека, выпускает тот же тонн наш. Вот он производственный суда, вот он перспектив развития. Сегодня модернизация Мозорь-Соли, проведенная, кстати, в основном за собственные средства, завершается. Ее итог – стабильная география экспорта. В условиях жесткой конкуренции на мировых рынках производственные линии работают с полной загрузкой, а изготавливаемая продукция практически сразу отгружается потребителям. Больше 60% сегодня на российский рынок, внутренний рынок процентов где-то до 20%. Потом Украина у нас увеличилась практически в три раза объемы продаж по Украине. И другие, значит, страны ближнего зарубежья – это Казахстан, Киргизстан, Молдова. На сегодняшний день мы часть продукции отгружаем на рынке дальнего зарубежья. Это Польша, Болгария, Венгрия и страны Балтии. Привлечению инвестиций будет содействовать и открытие в Гомеле технопарка «Коралл». Сегодня этот проект реализуется за счет средств областного и республиканского инновационных фондов. В этом месяце открыта только первая очередь технопарка. Однако уже сейчас можно говорить, что сделан еще один реальный шаг по дальнейшему развитию экономики региона. Не надо беспокоиться об интернете, телефонии, учебном классе. Можно снизить нагрузку на свое оборудование, я имею в виду, прежде всего, компьютерное. Можно использовать так называемый тонкий клиент, приходить с минимумом оборудования и нагружать мощности того сервера, который на сегодняшний день имеется. Вплоть до хранения своих данных на этих серверах. В ближайшие годы в области планируется завершить ряд крупных инвестиционных проектов, что позволит придать дополнительный толчок экономике Гомельщины. В частности, речь идет о промышленной разработке Петриковского месторождения калийных солей, выходе на проектную мощность Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и создании новых производственных мощностей на Белорусском металлургическом заводе. Олег Сентюров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели. Гость студии «Беларусь-4» Ольга Креч – человек в регионе известный. Опытный врач-неонатолог за четверть века профессионального пути спасла немало жизней, стала примером для своих коллег. А с недавнего времени еще и депутатом парламента. Зная ситуацию изнутри, сейчас, будучи законодателем, активно лоббируют интересы отрасли. Более того, совмещает это с прежней работой в больнице. Об уникальных операциях спасения недоношенных детей и развитии отрасли – интервью Ольги Креч. Ольга Зиноновна, здравствуйте. Рад видеть в студии «Беларусь-4». Здравствуйте. Как врач-неонатолог, вот уже четверть века вы помогаете самым маленьким стать большими и сильными. Как за эти годы, за это время поменялась и отрасль, и люди, и мощности? Начнем с того, что самые маленькие – это самые сильные на сегодняшний день. Почему? Потому что, вот смотрите, если возьмем ребенка, который весит один килограмм. Не будем говорить о 500 граммах. Один килограмм. Вот он такой вот маленький, чуть больше ладошки. И вот этот человек, он еще не умеет дышать. Он еще много что не умеет делать. Но тем не менее, он старается, он живет, он борется. Более того, он еще учит и родителей, и нас тому, как это надо делать. И все-таки немало зависит от профессионализма тех, где родился этот малыш. И профессионализм, и действительно оборудование, потому что для того, чтобы выходить такого ребенка, нужно создать условия, которые максимально приближают нахождение этого ребенка в внутриутробных условиях. Вы изнутри знаете ситуацию. Как менялась отрасль за эти четверть века? Наука не стоит на месте. Мы развиваемся, мы двигаемся. То, что я сказала, условия должны максимально быть приближенные тем, которые помогают вырасти ребенка, находясь внутриутробно. То есть это прежде всего инкубатор, где находится ребенок. Уровень инкубаторов очень сильно поменялся, и то, что у нас есть на сегодняшний день даже в нашем отделении, в нашей стране, это те инкубаторы, которые есть во всем мире. Это и влажность поддержания, и температура, это профилактика всех инфекций, потому что это теплая влажная среда. То есть все это абсолютно соблюдается. Дополнительное поступление кислорода, контроль за всеми параметрами. Инкубаторы на сегодняшний день стоимость, если мы берем, это, к примеру, от 24 до 16 тысяч долларов. Вот такая вот средняя цена, скажем так. А это только один инкубатор? Это только один инкубатор, да. Это все, что является начинкой в виду червождения. Да, да. Что говорить сегодня? Вы и ваши коллеги даете шанс на жизнь деткам, которые родились плюс-минус 500 грамм? Да. 25 лет назад выходить ребенка с весом примерно килограмм-900 грамм, это были очень огромные усилия. Это были единичные дети. Если мы, например, сравниваем с 2000 годом, то по нашему отделению в третьей клинической больнице количество таких детей увеличилось в 3,5 раза. Причем здесь уже дети 600, 700 и 400 бывает. Дети выхаживаются, это замечательные дети, это активные дети. Будучи депутатом парламента, как можете влиять на развитие утрасли в целом? Сейчас идет обсуждение закона о здравоохранении, это самое важное для нас. И в законе о здравоохранении на первом плане идет качество и доступность медицинской помощи. Что еще нового будет внесено, это профессиональный риск. Это то, что касается именно работы медицинских работников. То есть это защита медицинских работников. На первом плане у меня стоит создание кабинета катамнеза. Это наблюдение за недоношенными детьми после выписки из стационара. Потому что это особенные дети и требуют, соответственно, более тщательного наблюдения. И требуется наблюдение именно специалиста, который понимает в этих детях. Вы в качестве народного избранника чуть меньше года по коллегам больницы, да и маленьким пациентам не скучаете? Я не скучаю, я осталась работать в своем отделении. Вы совмещаете? Да, да. Это возможно? Конечно, да. Медицинская, научная, педагогическая деятельность. Можно заниматься, поэтому я осталась работать в своем отделении. 2020-е для всех непростое, для всех испытания, а особенно для медицинских работников по понятным причинам. Что сегодня в это непростое время хотели бы сказать своим коллегам? Это служение. То есть каждый человек, придя на свою работу, каждый медицинский работник, когда приходит на свою работу, и не важно куда, это поликлиника, это стационар, это любая сфера, он отдает себя людям. И поэтому нужно задумываться о том, что люди должны тоже с пониманием относиться и с уважением к этому. Прежде всего, потому что вот за те 25 лет, больше 25 лет, что я работаю, я понимаю, что к здравоохранению, к медицине стали относиться как к сфере услуг. Это не сфера услуг, это сфера помощи в первую очередь. С другой стороны, вот эта непростая ситуация, которая есть на сегодняшний день, она дает нам понимание посмотреть вокруг себя, увидеть других людей, увидеть своих родителей, увидеть своих детей в первую очередь. Мы должны перестать быть потребителями. И еще что хотелось бы сказать, что все-таки мы должны видеть то, что меняется вокруг нас. И мы забыли видеть то, что меняется к лучшему. Спасибо большое. Вот так по-философски. Я благодарю вас и в вашем лице всех коллег из медицины. Успехов, крепкого здоровья и до встречи в эфире. Да, всего хорошего. Спасибо вам. И в продолжение темы. Сегодня в Беларуси отмечается День медицинского работника. В этом году праздник особенный. Ведь работа всего персонала отрасли, от врачей до лаборантов, от медсестер до водителей, проходит в условиях повышенного риска. COVID-19, который обрушился на весь мир, испытывает на прочность всех без исключения. Особенно тех, кто связал свою жизнь с системой здравоохранения. И сегодня мы говорим спасибо каждому из них. Наши корреспонденты, выезжая на съемки в больницы и поликлиники региона, раз за разом убеждались. Труд медика сейчас неоценим, сложен и, увы, опасен. Марина Джалая продолжит. Десятки сюжетов, интервью, комментариев для СМИ. С начала пандемии, несмотря на колоссальную загрузку, медицинские работники и вся отрасль как на ладони. Корреспонденты, снимая сюжеты в медучреждениях, видели, в каком напряженном ритме работают там люди. Что стоит хотя бы ношение защитного костюма. Мы проверили на себе, каково в нем. Поверьте, неудобно и жарко. А ведь сейчас начались самые знойные дни, и медикам стало еще тяжелее. И все-таки в это непростое время радует, что люди в большинстве своем понимают, какой ценой медикам дается борьба за наше здоровье и жизни. Вот, например, кадр материала, который мы снимали в третьем филиале Гомельской центральной городской поликлиники. Наталья Забавчик, которая была на приеме у врача, очень тепло отозвалась о работе медиков. Сказала, что помощь как при вызове врача на дом, так и при амбулаторном приеме оказывалась очень быстрая. Никаких долгих ожиданий и очередей. Хочу сказать всем врачам, медсестрам, всем нашим медикам большое спасибо. Девочки, мальчики, ребята, держитесь. Вы наша надежда, вы наша опора. А мы постараемся не болеть и выполнять полностью все ваши рекомендации. Ежедневно здесь принимали от 60 до 80 человек с симптомами ОРВИ. От 8 до 30 из них брали анализ на коронавирус. Тогда же поликлиника получила экспресс-тесты. Их делали контактом первого уровня и медработникам, которые оказывали помощь пациентам с ковид. На наших глазах один из них сделали медсестре. Она являлась контактом первого уровня, и это был повторный анализ. К счастью, отрицательный. Мы сейчас проведем тест на примере медсестры Ольги, которая у меня занимается тем, что обслуживает и оказывает помощь пациентам с ковидом, бессимптомным течением, а также производит забор мазков, биоматериала на ПЦР, реакцию ковида. Медикам и сейчас работать нелегко морально и физически. Им приходится трудиться в условиях большого стресса. И самое лучшее, что можем сделать мы с вами – беречь себя и давать им меньше работы. А если чувствуете себя неважно, обращайтесь за профессиональной помощью. К слову, по результатам работы в первом квартале Гомель среди всех областных центров имеет минимальный показатель смертности населения в детском и трудоспособном возрасте. Мы выражаем слова благодарности тем людям, организациям, которые нас поддерживают и с точки зрения моральной, материальной. Говорим слова благодарности и низкий поклон. А это майские материалы из Ветковской районной больницы. На входе, как и в гомельских медучреждениях, фильтр. Без измерения температуры и обработки рук внутренне пропустили даже нашу съемочную группу. За день в поликлинику в мае обращались около полутысячи человек. Это вместе с вызовами на дом. Лично приходили около половины. Если у пациента температура повышена, отправляли в специальный кабинет. При подозрении на заболевание пациентам делали экспресс-тест. Если он подтверждал наличие пневмонии, то для окончательного диагноза проводился анализ методом ПЦР. В случае, если есть какие-то подозрения на коронавирусную инфекцию, через выделенную специально зону пациент провожается в лабораторию и в рентген-кабинет, где выполняются ему исследования. Также есть возможность исследования экспресс-тестом, если у нас есть подозрения на пневмонию данного пациента. Если экспресс-тестом пневмония подтверждается, и пациент у нас имеет коронавирусную инфекцию, то эти пациенты у нас переводятся в организации города Гомеля. Еще в эти месяцы все неравнодушные люди, от предприятий до волонтеров, помогали медикам. Делали щитки, маски, обеспечивали прочими защитными средствами, антисептиками, обедами, оборудованием. Например, Гомельская областная организация Красного Креста подарила инфекционной больнице рентген-аппарат. Технику купили благодаря поддержке партнеров. Хотим выразить огромную благодарность от лица администрации нашего учреждения Гомельской областной инфекционной больницы, организации Красного Креста, за предоставленный нам рентген-аппарат, который нам сейчас очень необходим, востребован, нужен. Спасибо вам еще раз большое. А это первый гомельчанин, который сдал плазму с антителами. Сейчас это действительно ценно, ведь переливание плазмы крови – один из методов помощи тяжело больным пациентам с коронавирусом. Стать донором плазмы Алексею Зайцу предложили специалисты Гомельского областного центра трансфузиологии. Спортсмен сразу согласился. Он первый в нашей области, у кого обнаружили ковид-19. Сегодня всех, кто имеет отношение к системе здравоохранения, поздравляют благодарные пациенты. А сами руководители этой сферы и медработники сняли для своих коллег трогательный ролик. Уважаемые коллеги, сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник – День медицинских работников. Именно своим трудом, своей профессией вы сохраняете самое лучшее, что есть в жизни человека – это его здоровье. Уважаемые, дорогие коллеги, примите самое тёплое поздравление, самое хорошее пожелание. И пусть каждый день приносит вам удовольствие. С профессиональным праздником! Уважаемые коллеги, примите самое тёплое поздравление с нашим профессиональным праздником – Днём медицинских работников. Наш труд – это творчество, где нет права на ошибку. Хочу вам пожелать, чтобы вы выберегли себя, своих близких, дорогих. Вам отдано самое ценное, что есть у человека – это жизнь. Наслаждайтесь этой жизнью, любите её и уважайте друг друга. Спасибо вам за ваш благородный труд. Дорогие друзья, разрешите мне от 4 тысяч студентов Вомельского государственного медицинского университета поздравить вас с большим днём – Днём медицинских работников. Как врач врачу, удачи вам, здоровья, крепости во всём. Марина Джалая, Новости недели. Вы смотрели Новости недели на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова